Рано утром в Кабанске произошло ДТП. Водитель Волги нарушил правила ПДД и наехал на двух пешеходов. Одному из пострадавших 34 года, второй – трёхлетний ребёнок. Оба получили телесные повреждения. На окраине города Гусиноозёрск полицейские задержали подозрительного мужчину. Он сбросил с себя рюкзак на обочину дороги, а затем начал убегать. Росгвардейцы догнали его во дворе жилого дома. В брошенном рюкзаке обнаружили почти 450 граммов конопли. Возбуждено уголовное дело. Ещё 14 января в селе Кырен произошёл пожар в жилом доме. Когда огнеборцы прибыли на место, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Из постройки самостоятельно эвакуировались 20 человек. Огонь уничтожил мебель на площади в 3 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрического светильника в натяжном потолке. В Бурятии снизился уровень преступности. В 2022 году в республике зарегистрировано почти 20 тысяч преступлений. Это почти на 4% меньше, чем в прошлом году. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изнасилований, мошенничеств и хулиганств. В то же время увеличилось число убийств и покушений на убийства, угонов и хищений телефонов.